И все, великий двигатель общественных специалистических отношений. А дефицит это всегда рост цен на горючие. Но это еще и не факт. Но так или иначе информация к размышлению. Совет безопасности, в чьи руки веряются все полномочия нашей государственности, в случае если президент отходит от своих обязанностей и переходит на должность руководителя Совета безопасности. И вот сегодня идет сообщение, оказывается Совет безопасности также берет на себя функции издания законодательных актов. И тут сразу всплывает вопрос, а зачем тогда нам институт президентства или парламент? Может быть их всех разогнать и тогда уж отдать все полномочия последние, которые есть Совету безопасности. Хотя и так, согласно этим поправкам, видно, что все рычаги власти будут находиться в руках именно руководителя этого Совета безопасности, коим, я так понял, станет президент Назарбаев. Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил усилить борьбу с коррупцией во всех сферах. Необходимо усилить работу по борьбе с коррупцией во всех сферах. Во-первых, нужно проводить соответствующий мониторинг и продолжать деятельность по переводу государственных услуг в цифровой формат. Во-вторых, следует решить вопрос заработной платы государственных служащих. В-третьих, важно повышать ответственность руководства, сказал Назарбаев. Это он произнес в ходе встречи с председателем агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Давайте по-честному. У нас в Казахстане борьба с коррупцией больше напоминает как стрельбу по воробьям. Просто, видимо, президент дает понять, стрелять надо из орудия более такого, чтобы всем было слышно. Ну ты главное стреляй, но не подбей тех, кто выше летает. Ну, воробьев можно. Пару воробьишек, десяток так пойдет, конечно. И немножко про Японию, которая живет по стандартам Запада. Японская компания, которая производит мороженое, то есть ее работники, извинились перед потребителями за повышение цены на мороженое всего лишь на 9 центов. В эфире национального телевидения. Компания не повышала цену на мороженое аж 25 лет. Вот такой сервис, вот такое отношение к потребителям. Западные стандарты, которые вы все не любите. Не все, а некоторые, которые смотрят Ящик и нашу, так сказать, всю лапшу пропагандистскую из телевизора. Вот такие были новости на сегодняшний день. У кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно, подискутируйте на эти темы. Ну, кому более подробно хочется знать про все то, что я здесь огласил, я оставлю ссылки под видео. Всем пока, ставим лайки и подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok